Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Так получилось, что я не сразу осветил это событие, а оно, думаю, интересное. Дело в том, что сразу, как говорится, по горячим следам, Валерия Рашкина поддержала команду Алексея Навального. Она его поддержала сразу после того, как его Государственная Дума официально лишила депутатской неприкосновенности. Произошло это на канале Навальный Лайф в их программе «Россия будущего». Ну а почему я это событие считаю интересным, надеюсь, и так понятно. Данная номенклатурная провокация против Валерия Рашкина уже очевидно дает обратный эффект и все вернее обворачивается против Путина, Единой России, ну и всей номенклатуры. Это обнадеживает. Уже говорил, напоминаю, публикация об этом у нас уже четвертая, что номенклатурные СМИ слишком привыкли работать в условиях информационной блокады и поэтому совершенно не готовы к тому, что их измышления компетентно опровергаются в интернете. И от этого они откровенно бесятся и делают глупость за глупостью. Но вернемся к точке зрения передачи «Россия будущего». Ведущие сразу там начали разговор о том, что Валерий Рашкин не боялся с трибуны Госдумы говорить правду и, самое главное, был категорически против политических уголовных дел и в связи с этим активно поддержал Алексея Навального. Более того, они отметили, что он его очень поддержал. Вот как они об этом сказали. Это человек, который активно критиковал и боролся с московской мэрией, потому что он возглавляет ячейку КПРФ московскую. Человек, который из трибуны Госдумы говорил правильные вещи про недопустимость политических дел. Да, у нас есть короткий пример одного из выступлений Дашкина. Следующее видео, не то, которое... Да, вот это. Супер. Запрещено в России преследовать по политическим взглядам. Валерий Федорович, можно я уточню, а Навального, по вашей оценке, преследуют по политическим мотивам? Я считаю, что да, потому что его деятельность, его критика, его, так сказать, взгляды, они противоречат сегодняшнему клану, который сидит в Кремле. Нельзя же вести суды в районном отделе полиции. Нельзя же вызывать туда судью и, в общем-то, дискредитировать, абсолютно дискредитировать судебные системы. Валерий Рашкин, один из немногих депутатов, который говорил в Госдуме правильные вещи, говорил о том, опять же, как и есть, что Навальный политический заключённый. И ведущие полагают, что ему мстят, в том числе и за это. Заседание же Госдумы, лишившее его неприкосновенности, они назвали травлей. И они показали примеры выступлений единороссов, действительно хорошо это иллюстрирующие. Вот, например, очень наглядное выступление Эйхенштейна. Когда проходило заседание комиссии, коллеги Аршба, вы говорили, что были введены в заблуждение, потому что вообще никогда прежде не оформляли путёвок и разрешений. Я дословно процитирую ваши слова. Сами я никогда разрешения на охоту не оформлял, ни лицензии, ни путёвок, ни разрешений. Это всегда делали мои товарищи, которые приглашали на охоту. Так было заведено. Вопрос. Кто оплачивал все эти 22 года ваши охотничьи развлечения? Учитывая, что всё это недешёвое удовольствие, и стоимость путёвки на лося в той же Саратовской области, в охотничьем хозяйстве, сегодня составляет от 80 до 150 тысяч рублей. Конечно же, Единая Россия единогласно проголосует за то, чтобы удовлетворить представление генерального прокурора и снять неприкосновенность с Валерием Фёдоровичем Рашкиным на период проведения следственных действий для установления всех обстоятельств этого дела. Что здесь, думаю, нужно ещё сказать? Не секрет, что так называемая системная оппозиция, кроме Капайров, также осудила Рашкина. И особенно здесь усердствовал с трибуны Госдумы Жириновский. И он осудил не только Рашкина, но и всех коммунистов поголовно. Но об этом мы уже говорили. А вот настоящая, или как сейчас принято говорить, несистемная оппозиция, Валерия Рашкина почему-то не только не осуждает, а напротив она его поддерживает. Из несистемной оппозиции Рашкина, похоже, осудил один Платошкин. И как я уже говорил, из этого вполне может следовать, что истерия, устроенная номенклатурой в номенклатурных СМИ против Валерия Рашкина, способна обвернуться против самой номенклатуры. И полагаю, настоящим оппозиционерам нужно это учитывать. И оказывать Валерию Рашкину всяческую поддержку, и прежде всего, поддержку в интернете. Я всегда обращал внимание на то, и буду продолжать обращать, что ни в коем случае нельзя слушать номенклатурную демагогию типа «Нужна социальная активность на улицах, а не в интернете». А дальше они еще ведь развивают мысль и говорят, что активность в интернете, оказывается, выпускает пар и отвлекает людей от активности на улицах. Нужно четко понимать, что это демагогия от начала и до конца. Независимо от номенклатуры политик, путинская Россия, как явление, возник только благодаря интернету. Вспомните, как номенклатура недавно еще со всех экрановых страниц вещала. Кто, если не Путин? И ведь люди многие этому верили. Но возможно было это только потому, что на экраны и страницы средств массовой информации просто никого не пускали, кроме Путина, его халуевну и вообще халуевну номенклатуры. То, что сейчас люди уже увидели альтернативу Путину, да и не просто альтернативу Путину, а много альтернатив, в лице того же Платошкина, того же Навального, того же Бондаренко и так далее, это заслуга только интернета. Точнее того, что он уже достаточно развился. И номенклатура, а номенклатура его проспала. И просто не успела ввести в нем цензуру. Поэтому значение поддержки Валерия Арашкина в интернете сегодня просто невозможно переоценить. И ведь поддержка в интернете никак не мешает поддержке на улице. Более того, она активно помогает ей. И долг каждого мыслящего человека максимально использовать интернет для борьбы с номенклатурой. Напоминаю, истинная олигархия в нашей стране не капиталисты, а номенклатура. А для номенклатуры нет ничего страшнее свободы информации. Политарная система, как и фашистская, впрочем, просто не могут существовать, если нет блокады информации. Именно поэтому, с позиции ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь, блокада информации и есть главный признак фашизма. Но об этом у нас, надеюсь, большой разговор еще впереди. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!